Друзья, всем привет! Сегодня общаемся с Виталием Портниковым, журналистом и блогером и очень известным вам хорошо человеком, которого мы очень уважаем, очень умным человеком и интересным, поэтому я надеюсь, что и сегодняшнее наше общение будет интересным. Вам, Виталий, приветствую! Приветствую! Начать хочется, конечно, с историей вокруг крейсера Москва. Оценка, понятно, в военном смысле значение ясно, а в смысле символическом, политическом, ваша оценка того, что произошло, учитывая, что Путин когда-то начинал с того, что она утонула, теперь утонул он. Да, но после того, как Путин заявил, что она утонула, он смог еще оставаться президентом России на протяжении 22 лет, и об этом тоже не стоит забывать. Я сравниваю гибель крейсера Москва с гибелью аргентинского крейсера генерал Бильграна 40 лет назад. Между прочим, это было предыдущее потопление судна такого класса во время Аргентинской войны. За Фолклендские острова Аргентино-Британской войны. И тогда британская подводная лодка потопила крейсер, который точно так же использовался аргентинским режимом в самых различных агрессивных войнах. Он, между прочим, должен был участвовать в войне, которая предусматривала захват континентальной территории Чили, захват Сантьяго. Об этом мало кто знает. Но вот эта вот предыдущая роль крейсера генерала Бильграна перед Фолклендами была вот именно такой. Просто удалось эту войну тогда предотвратить. А войну за Фолклендой уже предотвращать было некому. И по большому счету это была очень похожая история. Исторические территории Аргентины. Плевать нам, что думает мирное население. Они точно нам не ответят. Наша популярность повысится. Мы вернем наши исторические земли. Аргентинские генералы тогда говорили ровно теми же категориями, которыми сейчас говорят российские политики. И, кстати говоря, тоже тогда обвиняли британский империализм во всех проблемах Аргентины, так как Путин сейчас обвиняет империализм американским. Ну вот какое это будет иметь значение внутри России? Потому что это пощечина на самом деле. Это унижение. Это впервые там с Цусимы. Ну в общем тут масса таких значительных совершенно. Мир говорит о том, что это одно из самых значительных событий этой войны после поражения. Думаю, укрепит солидарность русского народа и российской власти в необходимости уничтожить украинское государство и стереть его с политической карты мира, чтобы ничто никогда не напоминало о таком позоре. Я все время вам напоминаю, Алексей, что мы мыслим все время в собственных категориях, а нужно мыслить в логике врага. Меня всегда спрашивали, а как Россия решит вопрос Крыма? Она абсолютно нелогично записала ее в свою конституцию. Теперь в Европе есть два государства, в конституциях которых есть Крым, причем в российской конституции Крым абсолютно нелегитимно записан. Это же понятно. Поэтому рано или поздно России придется с Украиной договариваться, если она захочет вернуться в цивилизованный мир. Я всегда на это отвечал. А почему вы не хотите более простой путь найти решение крымской проблемы? Зачем договариваться с Украиной, если можно Украину уничтожить? Нет Украины – нет проблем. Это как у Сталина. Нет человека – нет проблем. Поэтому уверяю вас, что следующим шагом после присоединения Крыма к России, причем логическим шагом, будет уничтожение украинской государства. Точно так же, как мы всегда говорили, а как Россия может пережить без Крымской воды? Ведь это же уничтожает полуостров, ведь это же создает проблемы для его сельского хозяйства. Я говорю, да, создает, но переговоров с Украиной не будет. Будет попытка оккупации той территории, на которой нужно будет запустить Северокрымский канал. Начните мыслить, как они. Поэтому каким может быть ответ на крейсер «Москва»? Во-первых, усиление ракетных ударов по Киеву и другим украинским городам, если это будет возможно. С одновременным освещением этого усиления ракетных ударов в российских медиа. При этом никто не будет говорить, что крейсер «Москва» подорван украинской ракетой. Он сам утонул. А вот то, что украинские города сейчас планомерно разрушаются, ракетная авиация, об этом говорить могут. Второй такой вот простой момент. Поэтому я вам скажу, какие последствия. Последствия будет эскалация войны с Украиной. И эта эскалация будет поддержана российским обществом, потому что крейсер «Москва» и его гибель, безусловно, будут впихиваться в российское, я бы сказал, национальное сознание, как оправдание любых зверств, которые может позволить себе российский политический режим на нашей территории. Все очень просто. Вот тогда, правильно ли я понимаю, что, ну, когда мы говорим о каких-то мирных переговорах, собственно говоря, в них нет никакого смысла, потому что никакого мира достигнуто быть не может в принципе. То есть его нет. Они не собираются уходить. Мы не собираемся это признавать, то, что они заняли. Переговоры всегда будут важны, потому что на переговорах могут решаться какие-то отдельные вопросы. Гуманитарные. 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 Какое-то перемирие временное. То, что сохраняет жизни людей. Но я всегда пытался объяснить. Много лет подряд. Есть экзистенциальная проблема. Само существование Украины, Россия всегда воспринималась как временная ситуация. Вот 1991 год. Советский Союз рухнул. И хорошо. Потому что на самом деле это было ошибочное государственное устройство. Когда рядом с Россией территории исторической России позиционировались как псевдо-суверенные государства. И мы слышим, что Владимир Путин говорит, что это неправильно было, что это ошибка большевиков. Да, вы слышите от него это не раз. Поэтому это нужно исправлять. Пусть пока что эти государства посуществуют в составе Содружества независимых государств. А потом войдут в состав Российской Федерации в качестве губернии. Кстати говоря, об этом с 1989 или 1990 года говорил вслух Владимир Жириновский. И я вас уверяю, что это была не его личная точка зрения. Это была позиция... Жириновский датой 23 февраля назвал. Это была позиция Комитета государства безопасности СССР. Это была их политическая программа. Потом было целый ряд спецопераций против Украины. Первая спецоперация с участием тогдашнего пророссийского президента Крыма Юрия Мешкова. Это там 92-93 годы уже начиналось. 30 лет назад. Присоединение Крыма к Российской Федерации. И объявление Севастополя российским городом. По сути, вся эта история была сорвана только из-за конфликта президента России Бориса Ельцина со съездом народных депутатов РСФСР. Второе. Избрание президентом Украины Леонида Кучмы в 1994 году. И фиксирование, я бы сказал, насильной неспособности Украины к развитию. Потому что что такое Леонид Кучма, которого до сих пор многие наши соотечественники воспринимают как чуть ли не лучшего президента Украины. Это остановка в коммуне. Это многовекторная политика внешняя. Мы не идем в НАТО, не идем в Евросоюз, но не идем и в евразийские какие-то объединения. Но, кстати, президентство Кучмы окончилось как раз тем, что мы подписали соглашение о вступлении в евразийское экономическое пространство. К счастью, благодаря Майдауну 2004 года это было сорвано. То есть практически Украина на 10 лет была помещена в холодильную камеру. Кроме того, Борис Ельцин добился от Леонида Кучмы подписания соглашения о базировании Черноморского флота в украинском Севастополе. То есть о создании оккупационного контингента, который в любой момент, если что, мог быть использован для оккупации Крыма. Следующая спецоперация. Украину посадили на дешевый российский газ. Фактически все украинские состояния созданы благодаря тому, что мы получали дешевое российское сырье. Наша промышленность не развивалась. Все наши олигархи паразитировали на этом газе вместе с нашим обществом. И то, что мы должны иметь хорошее отношение с Россией, чтобы иметь на эту халяву, это было, я бы сказал, на подкорке записано любого среднестатистического украинца. Большинство людей голосовали за пророссийские политические силы. Когда в 2004 году этот тренд был сорван, первым Майданом избранием Виктора Ющенко, было предпринято еще несколько шагов, чтобы остановить возможность разворота внешней политики Украины. Первое – это то, что продолжилось коррумпирование политической элиты с помощью российского газа. Второе – продолжили действовать пророссийские политические силы, которые в результате взяли реванш и привели Виктора Януковича в кресло премьер-министра, а затем президента Украины. Третье – это фактическая маргинализация внешней политики Виктора Ющенко. Когда в 2008 году Виктор Ющенко попытался поддержать Грузию, на которую напали тогда русские, он этот шаг воспринимался большинством украинских граждан как шаг, который может привести к ухудшению отношений с Москвой и к тому, что мы перестанем получать этот дешевый газ. Фактически против Ющенко тогда выступили единым фронтом украинская политическая элита, как национал-демократическая, так и пророссийская, и украинский народ. Вот мы сейчас радуемся тому, что у нас была такая историческая встреча руководителей Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Так ведь ровно в том же составе они встречались в Тбилиси в 2008 году. Понимаете? Уже тогда все было понятно. Но никаких выводов не было сделано ни в Киеве, ни на Западе. Затем следующая спецоперация – это Янукович, 2010 год, приход к власти уже откровенных российских агентов, которые просто работали на Москву, имели российские паспорта, российский гражданин министра обороны. Вот. Уничтожение армии, уничтожение спецслужб, внедрение российской агентуры в украинское политическое и административное пространство. Харьковские соглашения. Попытка срыва любых украинских соглашений, которые могут привести к инстанциализации Украины на Западе. И когда ответом на это стал Майдан 2013-2014 года – оккупация Крыма и война на Донбассе. С последующим проведением в украинскую общественную жизнь нарратива, что в этой войне заинтересована какая-то украинская партия войны, украинское руководство, а украинскому народу эта война не нужна, и нужно договориться с Россией о справедливом мире. За что большинство украинских граждан, по сути, проголосовало в 2019 году. И Россия, увидев то, что она не получила столь желаемой ею капитуляции, и что новая украинская власть, когда и с президентом Владимиром Зеленским, хочет именно договориться о мире, а не капитулировать, пришла к выводу, что необходимо заканчивать всю эту историю. В смысле, историю существования Украины. Вот мы пришли к той ситуации, которая могла бы вообще начаться еще в 1991 году. И сейчас очень простая, на самом деле, ситуация. Владимир Путин не остановится, либо до того дня, пока территория Украины не будет полностью оккупирована Российская Федерация и интегрирована в состав России областями, то есть чтобы даже воспоминания о том, что Украина когда-то существовала, стерлись, либо до момента, пока у него исчерпаются экономические и политические ресурсы на такую войну, либо если он уйдет с поста президента России физически или политически. Есть три варианта. Никаких других вариантов не существует. Любой другой вариант будет промежуточным и приведет к новому, еще более мощному наступлению Российской Федерации через короткое время. Потому что мы имеем дело с окончательным решением украинского вопроса. Дело даже не в украинском государстве. Дело в том, что в Кремле четко считают, что само понятие украинского народа должно быть отменено. Те, кто считает себя украинцами, должны быть либо изгнаны, либо убиты, либо запуганы. На территории, которая сейчас называется украинским государством, должны жить те только люди, которые декларируют себя в качестве русских, будут разговаривать на русском языке и считать всю предыдущую историю украинской государственности, украинского народа и украинской культуры недоразумением, с которым надо бороться. Даже не недоразумением, а нацистским преступлением. Деноцификация на самом деле – это ликвидация всего украинского. Вот и все. Поэтому, как говорится, акцептируйте русское и будете живы. А тогда возникает вопрос. По первому варианту, мне кажется, очевидно, что Путин может в это не верить. Но вот события последних полтора месяца показали, что в России нет достаточных сил, чтобы довести ситуацию по первому сценарию. Мне так кажется. Поэтому второй сценарий, когда они исчерпают ресурсы, насколько он близок? Трудно сказать. Пока Российская Федерация получает те деньги, которые она получает за энергоносители, она, в принципе, может воевать бесконечное количество времени. Потому что для России очень важно, это нужно тоже понимать, сохранить относительную социальную стабильность в двух городах. В Москве и Санкт-Петербурге. И сохранить достаточно высокие ставки зарплат для силового аппарата. Ну вот, условно говоря, если в российской провинции будут какие-то волнения в связи с бедностью, потери социального статуса и так далее, там должно быть достаточно вооруженных людей, заинтересованных в том, чтобы расстрелять тех, кто выйдет на улицы. Как в Беларуси в 2020 году. Вот в Беларуси же достаточно людей вышло на улицы, правда? Ну сколько там, до миллиона человек было? Да. Но силовой аппарат оказался заинтересован в сохранении режима. Значит, если этот силовой аппарат будет достаточно обеспечиваться финансово, надо понимать, что эти люди, они оккупанты в собственной стране. Это опричнино. Это модель, по которой российское государство существует со времен Ивана Грозного. Поймите. Ведь на самом деле Россия единственное, по сути, государство, которое до сих пор существует по такой модели. Что такое опричнино? Это когда внутренним силовым структурам разрешают действовать на собственной территории, как в оккупированном государстве. Грабить, убивать, насиловать и так далее. Кстати говоря, то, как вели себя российские солдаты в Буче, не говорит о том, что они действовали в иностранных, как на чужой земле, а говорит о том, что они действовали как дома. Они бы так и в Воронеже действовали, и в Брянске. Они просто считают Украину домом, а украинские силовые, российские силовые структуры созданы от опричнино. Они убивали, насиловали своих и жгли свои дома, их понимали. Потому что им сказали, что они дома, поэтому они не стеснялись. Я уверяю вас, что если бы они оккупировали Францию или Польшу, они могли бы вести себя осторожнее, потому что это иностранцы. А здесь свои русские люди, их можно убивать и насиловать. Так действовали опричники Ивана Грозного. Они уничтожали все. Ну, кроме Москвы, конечно, Москву трогать нельзя. Это святое. А все остальное может уничтожаться. То есть ресурсы у них пока еще есть, с этим тоже сложно не согласиться. Нет, вот на этот ресурс, да? Вот на Москву, Петербурге силовиков. Все остальное не имеет значения. На это пока, да. Остальное мы увидели, что у них там нет и туалета в домах, как мы сейчас поражаются украинцы. И газа в московской области, да? Ничего нет? Ничего нет, и они готовы так жить дальше. Тогда третий сценарий. Уход Путина от власти, физически или политически. Мы сейчас видим чистки ФСБ. Много приходит сообщений о том, что вроде помещен под домашний арест Сурков, генерал Беседа ФСБ. Там непонятно, что происходит с Шойгу и так далее, и так далее. То есть что сейчас какие-то в связи с провалом операции в Украине и этой войны? Путин развернул какие-то репрессии в отношении элит российских? Как вы это оцениваете? И к чему это может привести? Во-первых, совершенно очевидно, что кто-то должен отвечать за провал Блицкрига. Не Путин же, правда? Путин же не может сказать. Я неправильно оценил ситуацию. Я вообще не очень понимал ситуацию военную, настроение населения и так далее. Нет, это вы виноваты. И, кстати говоря, это правда, это они виноваты. Можно представить себе, какую чушь. Вот в эти папочки, понимаете, вот есть папочки. Путин читает папочки. Можно представить себе, какую чушь в этих папочках писал Сурков, чтобы там заработать какие-то не копейки, а миллионы долларов. Можно представить себе, что генерал Беседа по старой русской традиции, описанной еще Николай Васильевич Гоголем, придавлял ему списки мертвых душ, на которых тратятся миллионы долларов, а в это время за эти миллионы долларов строили где-нибудь особняки на Рублево-Успенском шоссе. Можно себе представить, что они все себя так вели. Так и Путин себя так ведет. Они вообще так устроены. Понимаете, мы же очень часто этих людей не то что облагораживаем, отдемонизируем, что они, скажем так, обуреваемы какой-то великой идеей. Они обычные бандиты. Это мафия. Ну, у мафии тоже может быть какие-то идеи, которыми она оправдывает существование, но это ведь не важно. По большому счету, это банда. Ну, и они себе разработали некую идеологическую концепцию, причем такую, знаете, прочитали, будучи средне, этими оперативниками КГБ средней руки какие-то... Методички. Нет, какие-то не методички. Ну, учебные пособия, хорошо, исторические. Нет, нет, вот вы тоже... Ну, как что? Ну, роман Эпикуля. А, все на этом. В молодости люди подобной социальной среды читали книжки Эпикуля. Потом какой-нибудь предруковатый Никита Михалков. Путину подкинул еще какой-нибудь Томик Ильина. Он его всем подкидывал. То Рудскому, то Лебедю, то Путину. Ну, вот на Путине сработало. Это все были люди, которых КГБ выдвигало на первый план. Между прочим, я вас не случайно этот список вам даю. И эти все изыскания Ильина, который, по сути, был, скажем так, идеологом русского национал-социализма, легко коррелировались. Это было такое наукообразное подтверждение того, что Путин почитал Эпикуля и вот понял, что эта билетристика на самом деле это серьезное объяснение российского величия. Ну, опять-таки, а зачем? А затем, чтобы оправдать свое нахождение на посту президента России. Вот вы подумайте, между прочим, Леша. Вы представьте себе, что вы никто вообще. Какой-то малограмотный КГБшник, который всю жизнь ползал по пузу на подземные переходы в Москве, потом бегал за таким же, куда более высокопоставленным Собчаком, обеспечивал его охрану, прикрытие, укрытие, какие-то сомнительные сделки. Вы никто и звать вас никак. И вдруг вы становитесь президентом России. Они все, кстати, вот такого, они бескарьерные люди. Понимаете, каждый человек, который приходит к власти, он может себе описать свою предыдущую карьеру, свой жизненный путь. Вот в России и у нас всегда говорили, что вот Владимир Зеленский, он ведь никогда не занимался политикой. Ну, политикой никогда не занимался. Но у него есть жизненный путь, понимаете? Вот там, 95-й квартал. Вот я был там продюсером на таком телеканале. Вот здесь меня знали столько. А вот здесь я снял сериал, его посмотрело такое количество людей. То есть нельзя сказать, что украинцы там проголосовали за человека, которого они не знали до дня его избрания. Правда? Нельзя. Всеукраинский известный человек. Даже в России не нужно объяснять, кого украинцы избрали президентом страны. А хуй из мистер Путин. Это же вопрос задавали. Никто и звать его никак. Чем он вообще прославился? А тем, что он заманил генерального прокурора России Юрия Скуратова в квартиру с проститутками. Снял этот, ну не самый, я бы сказал, интересный секс на камеры. И потом показал его на государственном телевидении, будучи директором ФСБ. А какие у него еще подвиги? Ну вот это главное. За такие подвиги герои в России не дают. Ну и потом вот этот человек, за этот большой подвиг, спасший Бориса Николаевича Ельцина и его всю эту, скажем так, проворовавшуюся семейку от Карлы Дель Понте, человек получил корону царскую. Понимаете? Раньше, так сказать, полцарства давали за дочерью, а тут просто за безопасность. Но человек же не может себе сказать, слушайте, я стал вообще президентом России, потому что мои ребята сняли генерального прокурора Российской Федерации в голом виде, а потом рассказали, что у него есть какой-то домик, которого у него не было. А так же не может быть. За это же не становится президентом. Наверное, я все-таки великий человек, избранный мессия. Я не просто вор, который разворовывает бюджет вместе с Тимченко и Розенбергом и прочими проходимцами, а я великий человек. Как я иначе мог бы быть 22 года президентом России? Ну просто. Если придурковатое общество, такой человек может быть президентом? Легко. Легко. Если все интересы в сохранении бабла у одних и в том, чтобы получать подачки с барского стола у других, ну любой может быть президентом Российской Федерации. И вы можете быть, и я могу быть. Мы, кстати, лучше были бы президентами, между прочим, чем Путин. Потому что, по крайней мере, мы не вторгались бы в чужие страны, не убивались. Мы читали не только Пикуля. Да, и читали не только Пикуля, факт. И не только Ильина. И вряд ли бы встречались с Никитой Михалковым, потому что это просто скучно, понимаете. Он скучный абсолютно, как селедка. Так вот, короче говоря, в этой ситуации естественно у человека появляется замещение в мозгу. И он думает, вот я заодно еще воссоздам великую страну, тем более, что на ее территории можно будет тоже чего-нибудь пограбить. Ну и вот это вот происходит. Но как его остановить? Никак. Никак. Потому что у него нет тормозов. Это машина без тормозов. Вот это все, все вот это окружение, он же ведет их к краху. Она не может все-таки избавиться от этого вождя, который совсем сошел с ума. Ну то есть, наверное, и он 22 года назад был более адекватным, чем то, что мы видим сейчас. Я, во-первых, не считаю, что он был более адекватным. Честно. Я просто считаю, что у него не было власти. Где-то примерно до 2005 года, до конфликта Юкоса. Потом он воспользовался конфликтом между Романом Абрамовичем и Михаилом Ходорковским, поддержал Романа Абрамовича, смог выгнать тех, кто за ним присматривал, как за маленьким ребенком, там Михаила Касьянова, Александра Волошина, и стал утверждаться у власти. Вот с того момента, как он стал утверждаться у власти, он проявлял себя отнюдь не как самый адекватный человек. Никакой адекватности там не наблюдалось. Поэтому его отодвинули, заменив более податливым Димой Медведевым на какое-то время. Но он это понял как то, что его вообще хотят уничтожить. И вот когда он вернулся, после рокировки, он уже никогда ни одну минуту адекватным не был. Он просто, я бы сказал, набирал обороты. Он каких-то вещей мог бояться, но с возрастом переставал. Потом, послушайте, Россия напала на Грузию уже в 2008 году. Все эти истории с отравлением Литвиненко, им уже десятилетия. Понимаете? Все эти истории с уничтожением независимого российского телевидения, им уже 22 года. Он первое, с чего он начал, что он закрыл НТВ, отобрал у Березовского и компании контроль над Первым каналом, между прочим, после подводной лодки Курска. Она утонула. Они это показали. И стало совершенно ясно, что все, никто не может сомневаться. Ведь, простите меня, над Борисом Ельцином, который имел куда больше объема власти, чем первоначально имел Путин, открыто насмехались на телевидении. Была программа куклы. Он был под угрозой импичмента в Государственной Думе. Это никогда не рассматривалось как какая-то угроза государственности. Так что не надо. Он не был более адекватен. Он был просто более неуверен в себе. А вот когда в его окружении остались только вот эти вот пустые, бессмысленные людишки, понимаете, это ведь мы их сейчас воспринимаем всерьез, потому что они, во-первых, постарели, во-вторых, больше не скрываются. Помните, Дима Медведева, он же разыгрывал из себя либерал. Да, это правда. А всегда мне говорили, вот когда я работал в Москве, ну послушай, ну о чем ты говоришь, мне говорили, когда я говорил, может ли Медведев быть альтернативой Путина. Он ведь гораздо больше ястреб, чем Путин. Он ведь там на Совете Безопасности Путина, ко всему и подзуживает. И я как-то даже до конца не мог поверить, хотя это мне говорили весьма информированные люди. Теперь я вижу, что я, вы же видите, что это так. Вижу, 100%. Он полностью сумасшедший. Медведев, и он в молодости. А Слава Володин, спикер Государственной Думы, он же тоже играл в такого вот интеллигента. Больше же не играет. А Сережа Кириенко, который отвечает за политический блок, они же просто сбросили маски. Они просто все бурдалаки. Никого другого там нет. Любой, кто мог хоть какую-то цивилизованную позицию ну, как бы это сказать, декларировать, он их всех выгнал к чертовой матери давно, причем я должен сказать, что определенным тестом был 2014 год. Он их поверял на способность быть полными идиотами. Вот вспомните, был посол России в Украине Михаил Зурабов, который типа пытался какой-то диалог наладить с украинским руководством. Где он? А, или прекрасный другой пример. Борис Грызлов, который после своего назначения представителем в Минской группе приехал в Киев, встречался с президентом Петром Порошенко и весь такой и себя говорил, что он хочет добиться мира. Его через три дня или четыре, через неделю выгнали из Совета Безопасности России, в котором он находился бесчисленное количество лет и превратили просто в пешку. И он так перепугался, что теперь он сидит даже вот на переговорах с Украиной, вот он же участник этих переговоров, бывший председатель Госдумы и министр внутренних дел России. И он сидит как подчиненный какого-то бессмысленного Мединского, который никто и звать его никак. То есть я не хочу оправдывать какого-то Грызлова, понимаете, да? Я просто объясняю, что любые люди, которые подходили к этой истории с политическим инструментарием, которые думали, что в их задачу как чиновников входит о чем-то договориться и что-то урегулировать, их сразу же выгоняли. Остались только те, кто готов идти с Путиным до конца, до радиоактивного пепла. Никого другого нет. Поэтому да, конечно, если Путин вдруг подскользнется, ударится головой, у него будет инсульт, он будет как Сталин лежать на даче в Кунцево и к нему не пустят врачей, да, конечно, из всей этой ГОП-компании может выделиться некий человек, который будет стараться уменьшить эскалацию. Но никто из них не будет пытаться даже на йоту уменьшить, так сказать, устойчивость нынешнего режима, пока Путин жив и здоров. Ну, здоровье не знаю. Ну, то есть, между нами земельный вопрос. Или мы в земле, или они. Совершенно верно. Поэтому, опять-таки, два этих государства на политической карте мира существовать не могут. Надо это просто принять как факт. Я об этом говорил давно. Просто потому, что одно из этих государств считает территорию другого своей исторической территории. И при этом уверена, что она имеет право доказывать свою правоту с помощью военной силы. Это реальность. И еще раз говорю, этой реальности ни год, ни два, ни три, ни четыре. Ей 30 лет. Ну, 31 год. Никто никогда в России не думал иначе. Ну, и, кстати говоря, при этом надо сказать, что русские делали все возможное, чтобы было так, как есть. Я имею в цивилизационном смысле. Они тратили огромные деньги на то, чтобы русификация, которая всегда была главным направлением политики России в Украине сохранялась, чтобы они могли защищать не просто этнических русских, которые, очевидно, в Украине есть и имеют полное право на изучение родного языка, там, культуры и так далее. Но их меньшинство населения не так много. А чтобы они защищали так называемое русскоязычное население, которого до войны 2014 года было ну, примерно половина страны. Украина, которая говорит по-русски. А почему она говорит по-русски? А потому что она историческая Россия. Русские города. Харьков, Донецк, Луганск, Мариуполь, Сумы, что они там еще? Николаев, Одесса. Цитадели русской культуры. Одесса с Бабелем и Ильфом Петровым, я не знаю, Утесовым, Кирсановым. Цитадель русской культуры. Булгаков, киевлянин. Ну, то есть, это же все вот одно и то же. Вместо того, чтобы сказать, да, были русские писатели, которые родились на украинской земле, они были частью культуры другого государства. И все они, кстати говоря, состоялись как деятели русской культуры именно в России. На украинской почве русская культура не произрастает. Если ты хочешь быть русским писателем, ты должен работать в стране, которая единственная является обладателем русского языка. Это Россия. Там, где заканчивается Россия, там заканчивается русский язык. Наше русскоязычное население всегда жило вне русского культурного пространства. Это же тоже надо понимать. Оно его не создавало. Оно просто его потребляло. И если ты хотел быть русским, поэтом, писателем, журналистом, ты уезжал в Россию. Я еще раз говорю, Булгаков уехал в Москву. Гоголь уехал в Петербург. Бабель уехал в Москву. Утесов уехал в Петербург. Я не знаю, как это еще объяснить. Но были какие-то люди, которые оставались в Украине и писали по-русски или что-то там. Были частью русского культурного пространства. Но это, как правило, неудачники. Это провинциальная часть русской культуры. Это не мейнстрим. Ну, или им тоже приходилось уезжать, так сказать, уже по каким-то другим причинам, как Виктору Некрасову. Но сейчас же фактически тем, что те города, которые вы перечислили, они стали главными жертвами. Харьков, Мариуполь, Николаев, все эти города как раз и страдают больше всех. Смотрите, Путину абсолютно неинтересно население. Он видит, что он эти города взять не может. Он действует так, как он действовал в Грозном, который, кстати, считался частью российским городом. Или в Алеппо. Для того, чтобы взять город, нужно его разрушить так, чтобы... До основания, да. А так, чтобы войска Российской Федерации без проблем могли его захватить. Вот так, как это происходит в Мариуполе. И тут очень просто все. Ну, было одно русскоязычное население, но оно погибло в руинах, но будет другое, которое завезут из России. В чем проблема? Это же не проблема для Путина. Это, я думаю, что многие наши, так сказать, любители русского мира думали, что это их идут освобождать, а идут освобождать территорию. Каждый может научиться говорить на русском языке под властью Владимира Путина. Скажите, а вот Европа в этот раз это поняла? Вот такой абсолютно вурдалачий характер этого режима. И действительно, не только Владимира Путина, а в целом общество, которое он представляет, и вот это милитаристское, агрессивное, империалистское, и что оно несет постоянную угрозу войны. В этот раз это уже какое-то такое прозрение таки наступило? Или они опять сидят и ждут вот этот бизнес из южуал? Вы знаете, мне кажется, что они поняли цель наконец, в которую они не верили. Они все-таки считали, что у Москвы политические цели. Политические цели это то есть сфера влияния, нейтральная Украина, или там, неважно, дружеская Беларусь. Ну, любые западные политики понимают, что у государства, даже у авторитарного, есть такие цели. Можно с ними не соглашаться, можно не соглашаться с методами достижения таких целей. Ну, это понятно, потому что это азбука политики. Может быть, политики 19 века, но политики. А сейчас становится ясно, что речь идет не о достижении каких-то целей, что Путину не нужна ни нейтральная Украина, ни Украина вне НАТО, ни еще какая-нибудь Украина дружественная или недружественная, а ему просто нужно завоевать территорию, территорию именно, даже если для этого придется уничтожить или изгнать с родных мест те там 45-50 миллионов человек, которые на этой территории живут. То есть, это понятно, это логика территориальной империи, которая, конечно, западным политикам недоступна, потому что западные политики никогда так не делали, даже в самые страшные времена имперские, британские или французские. Империи такого не было, а у Российской империи так было всегда, между прочим. Это территориальная империя, ей не нужно население. Какое население в Сибири и на Дальнем Востоке, не знаете? Там нет населения, ну и что? Зато большая страна, одна шестая часть всего будет, будет еще пустая территория, красивая, от Ужгорода до Владивостока, ну, будет разрушена там Мариуполь, ну, построим лучше. Но они же всегда так делали. И все наши, ой, они разрушили дома, да господи, да я помню, как горел манеж в Москве в ночь каких-то, по-моему, ельцинских, да, президентских выборов. Потому что они решили, что поскольку это памятник архитектуры и там нельзя построить гараж внизу, то они его сожгут и построят новый с гаражом. Так что с той людям, которые в центре собственной столицы сжигают и сносят исторические памятники? И, кстати, если бы там кто-то погиб, они бы тоже не сильно проследились, как вы понимаете. Они же не сильно плакали, когда люди в этих домах, которые ФСБ взрывало, гибли. Нет. Так вот, им разрушить Мариуполь, это просто военная операция. Кто-то там погиб в руинах, просто военная операция. 20 тысяч российских солдат погибло, погибнет 100 тысяч, поговорим, устроим траур. Интересная тема для программы Владимира Соловьева. Дадим указание, чтобы плакал сильнее. И Европа это поняла наконец-то? Мне кажется, что да. Но единственное, что непонятны темпы. То есть, они могут бояться быстрого краха Российской Федерации. И поэтому они, безусловно, хотели бы войны на истощение. Поэтому вот те темпы, которые мы получаем, оружие и так далее, они говорят о том, что это война на постепенное истощение агрессивного потенциала Российской Федерации. Для нас это, конечно, не самый лучший сценарий. Конечно, потому что вместе с Российской Федерацией будет истощаться и Украина. Безусловно, будут происходить экономические проблемы, депопуляция населения. Часть территории будет находиться в сложной, я бы сказал, ситуации. Она может быть временно оккупирована Россией. Это долгий, затяжной, серьезный конфликт с непредсказуемыми последствиями для обеих стран. Это факт, да. Каким образом меняется Украина? Вот есть ощущение, что за эти полтора месяца сильно изменилась и сама Украина. Ваше впечатление и каково будущее нашей страны после той победы, мне кажется, которая, у нас нет другого варианта и уже ход событий показывает, что она будет. Вопрос, когда, это действительно открытый. Но вот какой будет Украина там? Смотрите, Алексей, я никогда не относился к людям, которые занимаются алармистскими прогнозами. тем более я не отношусь к людям, которые занимаются прогнозами во время войны. Тем более я не отношусь к людям, которые занимаются прогнозами накануне возможной очень серьезной операции на Донбассе, которая, если состоится, мы видим, что Россия к ней готовится, она будет напоминать самые страшные битвы времен Второй мировой войны. Исход этой битвы не ясен. Не ясно до конца, что будет делать Россия в случае, если она потерпит поражение и в случае, если она его не потерпит. Хотя мне кажется, что особенно победить на Донбассе у России нет таких возможностей, как и не было на севере Украины. Но пытаться они, конечно, будут. Далее. Безусловно, украинское общество за полтора этих месяца очень сильно изменилось, потому что у людей открылись глаза, но это общество будет еще много раз меняться. потому что по ходу этой затяжной войны будут победы, будут поражения, будут экономические проблемы, будут социальные трудности, будет апатия, разочарование и эйфория. Много еще всего будет. Каким украинское общество выйдет из этой войны, мы не знаем. Государство придется восстанавливать в крайне сложных, неблагоприятных условиях. Да, я не сомневаюсь, что нам будут помогать европейцы и Запад в целом. Да, я думаю, что процесс нашего присоединения к Европейскому Союзу ускорится. Я всегда говорил, что до него 20-25 лет. Сейчас этот срок может сократиться до 10, например, а может и меньше. Но это не произойдет за несколько месяцев. Мы можем быстро получать статус кандидата в члены Евросоюза. Да, да. Как же это происходит? Турция кандидат в члены Евросоюза уже 30 лет. Так что это все тоже не надо опять-таки впадать в ненужную эйфорию. Я думаю, что современному миру стоило бы вообще задуматься о том, как все изменилось. Украине стоило бы раньше, чем позже попасть в Евросоюз. Но опять-таки это мое мнение. Я не уверен, что это мнение всех европейцев. И, кстати говоря, мы понимаем, что как только война завершится, многие в Европе вздохнут с облегчением. И мы с удивлением увидим, что после того, как наступил мир, мы стали меньше всех интересовать. Тем более, что учитывая все процессы, которые мы сейчас видим, в том числе и продовольственные процессы, может начаться такой кризис на Ближнем Востоке, что мы можем перестать интересовать мир еще до окончания этой войны. Мы не знаем, опять-таки, какой и какого рода глобальные процессы запущены этим безумием Путина. Я в принципе думаю, что мы на пороге масштабнейших кризисов в истории 21 века с непредсказуемыми последствиями для миллиардов людей. И что Путин все это делает сознательно. Потому что никак иначе он вообще доказать свою способность кем-либо быть не может. Ну, вот это вот такая реальность на сегодняшний день. Поэтому говорить, вот Украина выйдет из войны страной, способной быстро построить современное процветающее общество, я не буду, потому что я не знаю. и у нас есть шанс. Но первый момент. Действительно, когда окончится война, сколько она продлится, три месяца, шесть, восемь, два, три, четыре года, мы не знаем. Столько, сколько Путин будет президентом России, он будет дестабилизировать эту страну. Но была же пауза в семь лет. Пауза может наступить. Пауза может наступить, но я не уверен, что он сейчас не заинтересован. Второе. На какой территории будет находиться украинское государство, какую территорию мы будем контролировать, а какую не будем контролировать. Вот сейчас власть говорит о том, что мы хотим договориться с Путиным о том, чтобы российские войска отошли на территорию до 23 февраля 2022 года. А почему на 23 февраля? А почему, не имею в виду, почему они должны уходить на 23 февраля? Они, может, вообще не хотят уходить. Они могут договориться, что они просто останавливают войну на тех территориях, на которых они сейчас находятся. Или еще на каких-то. И будут к моменту, когда они заключат мирное соглашение, пытаться захапать как можно больше. Нету. Для них нету никакого легитимного 23 февраля. Это надо понять. Для них легитимно там, где и стоит сапог российского солдата и откуда их нельзя выбить. Абсолютно верно. Абсолютно согласен. Если их удастся выбить со всего Донбасса, значит, они заключат перемирие на государственной границе Украины. А если они захватят, допустим, Запорожскую область или Николаевскую, они там будут заключать перемирие. Но как они уже Херсонскую пока захватили. Ну вот. То есть они никуда не уйдут по своей воле. Это правда. Это надо понять. Поэтому надо еще раз благодарить наши вооруженные силы, которые заставляют их уходить. Это, конечно, просто поразительный уровень подвига. Это второй момент. Третий момент. Помимо территории, население. Нам грозит значительная депопуляция населения, чтобы мы себе там не придумывали. Просто потому, что многим людям, которые сейчас уехали в Европу, а это уже миллионы людей, им просто некуда возвращаться. И когда отменят военное положение, то просто мужья уедут с тем своим семьям, которые там как-то устроились. Вернутся только те люди, которым будет куда возвращаться. И то не все. Значит, это будет территория, опять-таки, страна с другим количеством населения. Это третий очень важный момент. Четвертый момент. Цивилизационный момент. Насколько мы готовы понять, что Украина является убежищем для украинцев, украинского народа и украинской культуры и украинского языка. И отказаться от этого мифа, что мы можем строить страну, в которой часть населения считает себя украинцами, часть населения считает Украину какой-то частью русского мира. Надеюсь, что таких людей больше нет. А частью людей вообще все равно. Вот эти две категории, последние, должны исчезнуть из нашей жизни. Они не способны государственному строительству. Но это надо уже раз и навсегда сказать. Нет. Нет. Они пытались. У них не получилось. Они получили от страны, от России, которая, казалось, совершенно не заинтересована в конфликте с нами, такую ответку, что теперь либо мы Финляндия, либо Польша. А в Финляндии все люди все-таки говорят по-фински, небольшое меньшинство людей по-шведски, никто по-русски. В Польше все говорят по-польски. Либо они вечно будут лезть на те территории, где говорят по-русски, чтобы их отхватить. И понятно, что будут лезть и на другие территории, чтобы их русифицировать. Вот это тоже важный момент, который должны все понять. Мы должны стать единой цивилизацией. Мы должны, в конце концов, на всей территории, которой мы владеем, построить украинскую цивилизацию. Украинскую. Это убежище для украинцев. Вот. И это тоже важный момент. О котором, опять-таки, готовы ли будут люди это принять, я не знаю. Не знаю. Хотелось бы, чтобы были готовы. Мне кажется, готовы намного больше, чем были до... Ну, опять-таки, я всегда обращаюсь к русскоязычным украинцам. Людям, которые, чьи бабушки и дедушки еще говорили на украинском языке, не на русском. Никто не говорил на русском языке из их предков. Никто. Я всегда им говорю, если вам самим лень перейти на язык своих родителей, своих бабушек и дедушек, дайте хотя бы возможность своим детям восстановить историческую преемственность. Больше ничего от вас не требуется. Лень? Живите со своей ленью. Но, ну, хотя бы с детьми разговаривайте по-украински. Поймите, что это их рецепт не с точки зрения социальной адаптации. Это их рецепт выжить, выжить. Вот это правда все. Вот вы уже увидели, что такое русский лень. Да, это они нам продемонстрировали точно. Да. И с удовольствием продемонстрируют еще много-много раз. Вот. Поэтому это тоже очень важный момент. И я считаю, что у нас есть такой шанс. Но говорить об этом шансе нужно будет только после того, как умолкнуть Пушкин. И даст Бог это случится усилиями наших Збройных сил Украины ранее. Друзья, это был Виталій Портников. Мне кажется, это очень интересная разговор. И мы... Знаете, у меня были вопросы, до которых я вообще даже не дешел. Но настолько было интересно вас почути и интересно поговорить о эти теме. И не просто интересно, слово «цикаво» тут не подходит. Это действительно важно, потому что это вопрос населения и существования. и узнать, что происходит. Великое еще раз поддякаю, пану Виталю, и до наступной встречи. Дякую.